С недавних пор во мне начало расти возмущение. Есть смартфон фирмы ***, он хороший, вот прям очень-очень. А есть смартфон с точно такими же характеристиками, только уже без распиаренной надписи на корпусе. Вопрос задачи. Если на смартфоне написано *** или нарисовано ***, то с какого такого *** я? А это зачем? Я же не то сказал. Повторяю, вопрос задачи. С какого такого счастья я должен переплачивать за него ввое больше? Привет! В этом видео от компании Allos, с вами Артем. И сегодня мы познакомимся с Xiaomi Mi Mi 5. У многих в глубине души зарождается немой вопрос. Позвольте, но ведь смартфон, как две капли воды, похож на популярную модель другого производителя. Возможно, такие юзеры и будут правы, но лишь отчасти. Все смартфоны, как таковые, в принципе, похожи друг на друга. Формы может быть и похожи, однако пропорции, размеры, личные ощущения, все это совсем другое, уникальное. Изящные, плавные изгибы и качественная сборка делают девайс вожделенным для всех ценителей прекрасного. Он находится в таком статусе, что перестает быть просто смартфоном и становится стильным аксессуаром, подчеркивающим ваши чувства вкуса. Кто еще понравилось, так это очень тонкие рамки вокруг экрана. Кнопка под дисплеем очень удобная, с приятным ходом. В последнее время народ массово помешался на безопасности своих личных данных, но, как говорится, это неспроста. Поэтому в кнопку «Домой» встроен дактилоскопический сенсор, надежно защищающий ваши особые фотографии. Производители массово, медленно, но уверенно переходят на разъем USB Type-C. Mi 5 не стал исключением. Выпускается красавец в трех расцветках – черной, белой и золотой. А что же кроется за этой внешностью? А за ней кроется мощный чипсет Snapdragon 820, четырехъядерный, с частотой в 1,8 ГГц. Работает девайс уверенно в любых задачах. К быстродействию претензий нет. Видеочип Adreno 530. Он справляется с любыми играми. Объем оперативной памяти составляет 3 ГБ. Не самый высокий для рынка показатель, но это объем, достаточный для кучи фоновых приложений. Встроенной памяти – 32 ГБ. Увы, карты памяти не поддерживаются. Ну и ладно, зато это приучает экономить место и не разводить бардак в смартфоне. Дисплей имеет диагональ нестандартную – 5,15 дюйма. Многие, кстати, считают такую диагональ идеальной. И правда, оптимальненько. Его разрешение Full HD. Детализация вполне достаточно. Матрица IPS обеспечивает хорошие углы обзора, высокую яркость и контрастность. Если очень-очень вредничать, то можно отметить легкую выкрученность цветов. Они совсем чуть-чуть насыщеннее естественных. Но это совсем не критично. 16-мегапиксельная камера выдает достойные снимки флагманского уровня. Не самое лучшее. И до звания камерафона девайс, возможно, не дотягивает самую малость. Частично из-за светосилы f2.0. Зато видео выходит очень даже найс. Во многом благодаря четырехосевой оптической стабилизации. Фронталка на 4 мегапикселя. И селфи выдает солидные. Хоть я и не особый фанат этого дела. Видеосвязь качественная. И это все, что мне нужно знать о фронтальной камере. Питает все это несъемный аккумулятор на 3000 мАч. Как показывает практика, сутки аппарат может выжать даже при интенсивном использовании. Поддерживается Quick Charge. Работает девайс под управлением Android 6.0 Marshmallow с интерфейсом MIUI 7-й версии. Обычно я сталкиваюсь с интерфейсами, которые более-менее похожи на стоковый гугловский. Здесь все совсем не так. И чтобы освоиться, мне понадобилось некоторое время. Минут 15 примерно. Дальше проблем не возникало. Оболочка удобная и продуманная, что не может не порадовать юзера. Mi 5 получился очень мимимишным и няшным внешне. Если у вас развито чувство прекрасного, отрицать этого вы не станете. По начинке он довольно производителен и оптимизирован. Едва ли вы почувствуете незастаток в чем-либо. Девайс действительно хорош. Ценник очень радует. И девайс стоит каждой своей копейки. В этом обзоре от компании Allo. С вами был Артем и Xiaomi Mi 5. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!